Что я расскажу, так это то, что я работаю в департаменте Core Infrastructure, Booking.com. В этом департаменте работают системные инженеры, системные администраторы, SRE, разработчики и продукт-оунеры, такие как я. Все вместе мы пытаемся сделать инфраструктуру Booking лучшей, более надежной, более отказовоустойчивой. Невозможно себе представить, чтобы одна команда осуществляла мониторинг и алертинг за всех. В Booking очень много приложений и очень много разработчиков, и никто не мог бы справиться с тем, чтобы замониторить их приложения. Так что задача мониторинга приложений — это задача разработчиков, которые пишут custom refacing code, разработчиков, которые пишут приложения, с которыми сталкиваются конечные пользователи. Мои команды, в которых работаю я, занимаются поддержкой и развитием инструментов мониторинга, которые мы предоставляем этим разработчикам. Эти инструменты должны быть как можно более простыми в использовании и предоставлять им все возможности, которые им необходимы. Еще немножечко контекста про Booking. Booking очень customer-centric компания. Мы релизимся каждый день по многу раз в день. Фичи выкатываются постоянно, включаются, выключаются, мы экспериментируем много. В то же время количество тестов или тестовое покрытие у нас ограничено, поэтому мониторинг играет гораздо более важную роль, чем в некоторых других системах или компаниях. Когда у меня есть план, я чувствую себя увереннее. Сегодня я немножечко расскажу про логи и ошибки, про измерения и метрики. И дальше большую часть времени мы на самом деле будем разглядывать пару конфигов и настроек алертов, которые мы используем в Booking. Ну, логи. Про ELK-стэк вы, наверное, все уже слышали, поэтому его я опущу. Он у нас тоже есть. Вместо этого я поговорю чуть-чуть про систему логирования, которую мы сделали в Booking, которую мы называем ивентами. Каждый запрос пользователя к сайтам Booking.com логируется нашими приложениями. В каждой лог записи отражено, на каком сервере был обработан запрос, каким приложением, с какой версией, в какой момент он был обработан. Это конвенции, которые соблюдают все разработчики приложений. У нас есть библиотеки, которыми они пользуются для этого. Все это работает из коробки. Дальше эти записи, эти логи бережно транспортируются системой ивентов и складываются в Storage, имплементированный на основе React. В технические детали я тут даваться не буду, потому что они довольно-таки детально описаны в техническом блоге Booking. Коллеги, которые занимались разработкой этой системы, написали целых две статьи про это. Сфокусируюсь я на сервисах, которые читают из React, читают эти логи, потребляют их в real-time и помогают нам мониторить наши сервисы эффективнее. Одна из вещей, за которыми мы следим, это ошибки и ворнинги. Пользователь получил 500-ку. Какая-то функция не выполнилась. Их мы тоже логируем единообразно. Все разработчики делают это примерно так. Но это сокращенная версия, тем не менее. Это позволяет нам, или позволило нам имплементировать сервис, который мы называем Failure Log или Flog. Выглядит он примерно так. Картинка заблюрена на всякий случай. Идея в том, что разработчики получают доступ к дашборду, в котором перечислены все ошибки, происходящие прямо сейчас в продакшене. Про каждую ошибку можно посмотреть ее детальный трейс. Можно отфильтровать только те, которые интересуют вас прямо сейчас. Вообще, до того, как я устроилась работать в booking.com, с предыдущим работодателем мы использовали exception tracker. Тогда это был Airbit. Ну и вообще на рынке сейчас полно решений, которые предоставляют такие возможности. Airbreak. По-моему, я нагуглила презентации Rollups или что-то такое. Они бывают и open-source, и как сервис предоставляются за деньги. Удобно это тем, что, имея подобную систему, любой сотрудник вашей компании, будь он технически грамотным или нет, может начать репортить баги качественно. А у разработчика появляется доступ к логам, вне зависимости от того, есть ли у него доступ на сервера. Ему не нужно искать, на каком имени сервере произошла проблема. Это ценно, если у вас серверов больше, чем один. Итого, что вы можете забрать отсюда, так это то, что если у вас все еще нет exception tracker, пойдите выберите тот, который подходит вам. Ну ладно, все логи перечитать невозможно, поэтому человечество придумало графики. Графики мы строим на основе измерений, которые, вы не поверите, собираются тоже на основе тех же самых ивентов. Это неполный список базовых измерений, относящихся к перформансу, которые мы логируем. Опять же, почти для каждого приложения, которое разрабатывается в Booking. Это позволяет нам читать эти логи, агрегировать из них, иметь реал-тайм-метрики, описывающие перформанс-приложения. Все они есть из коробки у каждого разработчика. Им не нужно делать ничего дополнительного, чтобы получить к ним доступ. Так что к тому моменту, как в SRE Book написали про 4 золотых сигнала, у нас уже были доступны все эти метрики. Кто слышал про 4 золотых сигнала? Кто слышал про SRE Book? Кто читал SRE Book? Странно. Слышал и читал почти одинаковое количество. Теперь вы все слышали про SRE Book. Это книга, которую несколько лет назад выпустила компания Google, рассказывающая о практиках эксплуатации крупных систем. В этой книге описываются разные моменты. Как организационные, как построить организацию, чтобы количество системных администраторов увеличивалось не линейно с количеством серверов, а сублинейно. Но там еще и перечисляются разные технические практики про то, как мониторить приложение, как следить за его перформансом, как осуществлять capacity planning. Я вам рекомендую ее почитать, хотя ее написал и не Booking. Еще один совет, который я могу вам дать, так это посмотрите на эти сигналы. Это метрики, которые имеют смысл почти для каждого приложения, чем бы оно ни занималось. Будь то веб-сайт, какая-нибудь очередь. Эти четыре метрики являются ключевыми в описании перформанса приложения. Если у вас есть они на графа на дашборде, в самом верху, то у вас уже все неплохо в плане мониторинга. Но двинемся дальше. Одним перформансом дело ограничиться не может. У нас может быть очень быстрый сайт, но на него никто не ходит. У нас может быть отличный поиск, но им никто не ищет. У нас может не работать страница гостиницы, и мы не делаем бронирование. Бизнес-метрики — это метрики, понятные вашему менеджменту. Метрики, понятные не только разработчикам и системным администраторам, но и, не знаю, CEO вашей компании, владельцу. Это метрики, описывающие то, как работает ваш продукт. И следить за ними, будучи разработчиком или системным администратором, тоже полезно и удобно. Довольно-таки часто они имеют такой вот циклический паттерн, потому что они часто, в зависимости от сервиса, конечно, но бывают спровоцированы поведением пользователей, наших пользователей, потребителей наших продуктов. Ночью люди любят поспать, а днем они активны, там в какой-то момент они, наверное, обедают и не хотят тыкать в интернет-сайты. Довольно-таки часто у них есть еще и недельные паттерны. По выходным люди отдыхают и не пользуются интернетом. Ну или наоборот. Или они пользуются интернетом в другое время, потому что не проводят время на работе. Для разных частей продукта бухинга мы трекаем такие метрики тоже. И опять, благодаря конвенциям и благодаря нашей системе ивентов мы можем собирать некоторые такие базовые метрики автоматически из коробки. Конечно, сделать это разом для всех довольно-таки сложно, но по крайней мере ключевые вещи, дать доступ к ключевым вещам мы можем. На основе информации, содержащейся в ивентах, мы следим, например, за такими вещами. За количеством пользователей, которые к нам приходят, за количеством поисков, которые они делают, ревью, которые они оставляют, в конце концов, букингов, которые они делают тоже. Есть даже более детальные разбивки по типу сайта, на который они пришли, будь то мобильный или десктоп, или по региону, в котором они бронируют гостиницу. Много метрик мы уже разных перечислили. Бизнес-метрики, перформанс-метрики ваших приложений, ну, еще перед нашими приложениями стоят лоуд-балансеры, с них мы тоже собираем метрики. У многих приложений есть те или иные сториджи или базы данных. За их перформансом тоже нужно следить. Ну и все это работает на серверах, так что довольно-таки часто в копилку добавляются еще и серверные метрики, и много чего еще. Все это надо где-то хранить. Исторически в букинге используется графит. Графит — классная система. Графит рулит, жует жвачку, и очень прост в использовании. Реально, очень прост. Вот настолько прост. Так просто отправить свои данные в графит. Графит в букинге появился довольно-таки давно и пользуется большой популярностью среди наших разработчиков. Настолько большой, что инфраструктура, на которой графит работает, она сама по себе довольно-таки большая и является хайлоуд-приложением. Это и было стимулом для нас вкладываться в развитие этой системы и вместе с open-source community начать работать над перформансом отдельных ее частей. Довольно-таки крупная часть графита была с контрибьюциями букинга в open-source community переписана на Go. И вот, например, результат одной из выкладок, когда мы заменили Graphite Web на гошную имплементацию фронт-энда, на Carbon API. Возможно, тут сложно прочитать, но некая latency, не знаю, кстати, что там за latency собирали, упала с 15 секунд до почти нуля, до единицы. То есть вместо того, чтобы ждать загрузки дашбордов в 15 секунд, наши пользователи, наши коллеги, разработчики стали видеть свои дашборды за одну секунду. Так что если у вас есть графит, подумайте о том, не хотите ли вы заменить какие-то его отдельные компоненты на их гошные версии. Все репозитории в open-source. Если вы любите писать на Go, помогите нам сделать графит лучше. Ну а если вы не хотите контрибьютить в open-source пока, то хотя бы поставьте старый. Графит очень популярен, все в него пишут, и это очень просто. Но по этой же причине некоторые особенности его внутреннего устройства, о которых вообще говоря нужно знать, оставались незамеченными нашими коллегами. Одна из особенностей — это устройство сторожа графита. Метрики хранятся в файлах, которые по большому счету представляют из себя кольцевой буфер. В нем лоцировано место для всей будущей или прошлой истории метрики. При отправке первой точки создается файл. Если мы собираемся хранить метрику в течение 10 лет, то в этом файле будет лоцировано место для каждой из точек на эти 10 лет. На этом скриншоте мы видим метрику, которая была настроена как посекундная, но прислали всего лишь два значения. То есть в данном случае скрипт, который отправляет данные в эту метрику, работает раз в минуту. Но метрика настроена как посекундная. Это плохо по нескольким разным причинам. Первое, то что когда мы начинаем накладывать функции на эту метрику, результат, который мы видим, может довольно-таки сильно отличаться от того, что мы должны видеть на самом деле. Во-вторых, мы расходуем кучу места. В-третьих, если таких метрик много, то это замедляет выполнение запросов к графиту. Чтобы как-то справиться с этой проблемой, мы опять пришли к нейминг-конвенциям. В названии каждой метрики должно содержаться разрешение или частота, с которой она будет наполняться. Если в метрику отправляются данные каждую секунду, то в ее названии обязательно будет secondly. Если раз в минуту, то minutely. И так далее. Еще одна особенность. Time series базы данных вообще нужны нам, чтобы хранить данные долго. Некоторые из бизнес-метрик, которые я перечисляла, наверное, имеют смысл хранить годами, на протяжении десятков лет, чтобы сравнивать, как наш бизнес развивается год от года. Если мы засетапили все метрики как посекундные, то на каждую метрику у нас уходило бы примерно столько мегабайт. В наших масштабах мы не можем себе этого позволить. В граффити предусмотрена... В граффити для каждой метрики, для того, чтобы справиться с этой особенностью, предусмотрена такая вещь, как архивы или возможность поддержки разных резолюшенов для одной метрики. Внутри файла, в котором хранятся данные и метрики, может содержаться несколько архивов. Для самых свежих данных мы будем хранить данные с разрешением в секунду. А чем старше они становятся, тем меньше разрешений будет доступно для наших данных. Ну, если мы производим данные раз в секунду, как нам получить из 60 точек одну, чтобы прийти к раз в минуту? Есть много разных способов. Мы можем как-то усреднить, взять минимум, максимум. Все это настраивается в граффити. И чтобы эту особенность сделать более понятным нашим коллегам, мы используем еще одну naming-конвенцию. Мы всегда указываем aggregation policy для метрики в ее названии, в виде суффикса. Чего я вам советую. Рекомендую вам использовать резолюшены и aggregation методы прямо в названиях метрики, не принимать метрик, которые этих вещей не содержат. Это улучшит жизнь и вашу, и ваших клиентов. Они будут лучше понимать, как работает система, с которой они работают. Ну, как вы видели, у нас очень много метрик, и на все метрики тоже невозможно смотреть. Поэтому хорошо бы, чтобы когда какая-то проблема где-то случилась, нас о ней кто-то нотифицировал. Так что мы, как и многие другие люди, пишем алерты. Первый пример, на который я хотела посмотреть, связан с метриками серверов или системными метриками. Мы их собираем много разных, какие-то примеры. Но какие алерты имеет смысл имплементировать по системным метрикам? Один из примеров. У нас Puppet завершился с ошибками. Наверное, нужно идти смотреть Анита и Литилока во время Rollout и Puppet. Или у нас скоро закончится место. Или часы у нас на сервере плохо идут. Вот, может быть, причиной очень странных проблем, которые будет сложно поймать и отдеважить. У кого еще остался Нагиас? Отлично. У нас он все еще есть, мы его все еще выпиливаем. Не буду даже вдаваться в детали о том, как все плохо с ним. Другая система, которую мы использовали для мониторинга по серверным и системным метрикам, Bazoon. Это тоже open-source продукт. Его создали системные администраторы из компании, создавшие Stack Overflow. В нашем сетапе Bazoon читает метрики из графита, применяет к ним математические выражения, определенные разработчиками, и, заметив проблему с определенными этими выражениями, отправляет нотификацию. Bazoon — классная система, но читает он данные из графита. А в графите наши системные метрики были организованы не очень хорошо. Единственное свойство сервера, которое мы сохраняли внутри метрики, это хостнейм. Ну, какие-то вещи можно упаковать в хостнейм, например, окружение или дата-центр, там, скорее всего, указан. А какие-то дополнительные свойства, включен этот сервер сейчас или нет, получает он live traffic или нет. Подобного рода вещи из названия графитовой метрики непонятны. Никакого дополнительного мета-стораджа, из которого можно было бы эти данные получить. У нас не было. Нам очень хотелось тегов. Нам очень хотелось не писать такие выражения, чтобы выбирать только те метрики, которые относятся к моей группе серверов. Одно из направлений, в том, на которое мы посмотрели, это вещь, которую мы используем сейчас. Это Prometheus. Вот пример алерта, который мы имплементировали в Prometheus. Этот алерт проверяет, сколько у нас осталось свободного места. Я сейчас попробую его разобрать по частям. Возможно, какие-то идеи вы имплементируете у себя. Во-первых, вместо того, чтобы смотреть, сколько процентов места у нас занято сейчас, мы пробуем смотреть в будущее. А надолго ли нам этого хватит? Для разных систем нормальный уровень загрузки бывает разный. Кто-то, какие-то системы спроектированы так, что у них всегда будет много занятого места. И это нормально. Мы не хотим получить алерта об этом. Конечно, мы пользуемся тейгами. В этом примере они есть. В других примерах, наверное, их могло быть еще больше. Еще одна вещь, которую мы делаем, это мы исключаем из мониторинга сервера, которые были введены в продакшн недавно. Часто на эти сервера синхронизируются большие объемы данных. Это может повлиять на качество предикшена, который мы делаем. Так что мы их на первое время их работы просто выключаем из мониторинга. За ними, скорее всего, кто-то следит человек, который их только что запровижнил. Ну и тут есть много параметров. Как глубоко в историю мы пойдем, чтобы построить проджекшн. Как далеко вперед мы будем строить проджекшн. Достаточно ли нам 14 дней для того, чтобы получить новый сервер или удалить логи. Насколько дней нужно исключать из мониторинга новые сервера? Как долго мы должны видеть алерт, прежде чем мы отправим нотификацию? Настраивать все эти треш-холды и помнить, что каждый из них значит, и писать такой длинный алерт, довольно-таки накладное дело. Поэтому мы попробовали даже эту часть упростить для наших коллег. Вещь, которую мы сделали, это темплейтинг поверх алертов Прометеуса. Наши коллеги составляют простой ямул-файлик, в котором они могут переопределить основные параметры выполнения алерта. На основе этого файла мы генерируем конфиг, который мы подкладываем Прометеусу. Для наших коллег алертинг по дискспейсу стал очень простым. Все ключевые идеи, которые должны использовать всех, доступны из коробки. О них не надо задумываться. Каждому системному администратору не надо вспоминать о том, что новые запровиженные сервера стоит из мониторинга исключить. Нам очень нравится Прометеус, но есть некоторые особенности, с которыми мы столкнулись, с которыми я должна поделиться. Вот первый из них. Мы смотрим на график, который показывает одну и ту же метрику на протяжении 12 часов. И это результаты перезагрузки дашборда в графане раз в 2 или 3 секунды. Опа, 800. Опа, 1,9. Really? Попробуем разобраться, что тут происходит. На нашем экране в графане для панели, на которую мы смотрим, отведено определенное количество точек. Запрашивать из сториджа, из бэкэнда больше данных, чем можно нарисовать, бессмысленно. Это нагрузит и наши браузеры, и рендеринг будет происходить дольше. Так что графана и дата-сорсы производят некоторую оптимизацию. Когда графана обращается к дата-сорсу, она передает параметр, max data points. Он говорит о том, какое максимальное количество точек графана готова получить для графика. В некоторых ситуациях это количество существенно меньше, чем количество точек, которые есть на запрашиваемом интервале времени в нашем источнике данных. Я попробую разобрать простой пример, где у нас есть около десятка точек, мы хотим получить три, и в итоге это означает, что мы хотим из каждых четырех получить одну. Ну, можем их сгруппировать, и группировать их можно по-разному, вообще говоря. В Prometheus в зависимости от того, как мы будем группировать эти точки, мы можем получить разные результаты. Prometheus всегда будет выбирать, по-моему, последнюю, поэтому этот график не совсем точный, последнюю перед той, которая нам нужна. И во время каждого из выборов при частых перезагрузках это последнее будет новой. Для сравнения, в графите подобный выбор чаще всего будет происходить гораздо более стабильно, хотя эта система работает иначе, и это сравнение производить не вполне корректно. Еще одна вещь, это скорее всего из графита вы получите не один сэмпл, а агрегированное представление о тех точках, которые мы даунсэмплим. И тоже есть несколько особенностей, но чаще всего вы получите вот такую картину. То есть этот маленький пик, который у нас есть в середине нашего графика, никогда не будет полностью от нас скрыт. Мы увидим его следы. Если вас заинтересовала эта особенность, вы можете детальнее почитать о ней в GitHub Prometheus. Этот ищу помечен как закрытый, но мне кажется, что им стоит завести категорию тикетов, которые называются rejected. Сразу скажу, что нас это от Prometheus не отпугнуло. Мы просто понимаем теперь особенности его применения и не пытаемся с ним делать то, для чего он не предназначен. Другая популярная фича Prometheus — это перцентили. Мы можем репортить метрики в виде гистограмм и получать классные данные, не имея доступа к сырым данным, к сырому логу с таймингами. Одна особенность, которую не всегда замечают разработчики, имплементируя экспорт данных в Prometheus, это то, что назначение бакетов для гистограмм нужно делать аккуратно. На этом слайде мы смотрим на два графика, построенные по одним и тем же данным одного и того же приложения, но в одном случае мы использовали линейные бакеты, а в другом — экспоненциальные. И эти бакеты были настроены разработчиком, исходя из перформанса этого приложения. То есть даже внимательно к этому отнесять, мы получаем разные результаты. Тут разница около 10%, наверное, несущественна. Но если их не настраивать вообще, то получить можно довольно странные результаты, не имеющие почти никакого отношения к реальности. Если вас заинтересовала эта история, то про нее тоже много писали в интернете. Эти две статьи довольно-таки опиньонейтед, но, тем не менее, очень интересные и детальные. Рекомендую их вам прочитать. Сразу скажу, эта вещь нас тоже от Prometheus не отпугнула. И, например, эти графики, на которые мы смотрим, это персентили для лейтенси графита. Мы мониторим графит с помощью Prometheus. Следующая вещь, о которой я хотела поговорить, это remote storage. Ну, в статьях про Prometheus много пишут о том, что в этой системе долгосрочного хранения нет. Используйте экспорт, используйте remote storage. У нас большой сетап графита, в нем можно хранить данные годами, но, очевидно, мы хотели это попробовать. Выдержка, на которую мы смотрим, это, собственно, код для формирования названия метрики на основе тегов метрики, содержащихся в Prometheus. То есть подозрительная вещь, сортировка тегов. К чему же это может привести? Это вымышленный пример, но, тем не менее, насколько я понимаю, метрика про CPU performance определенного CPU, относящаяся к определенной машине из определенного дата-центра, может быть представлена примерно вот так. Напомню, в графите точками разделяются секции имени, и обычно навигация в разных интерфейсах происходит от начала имени к его концу. Поэтому обычно мы идем от большого к меньшему. И выбирать CPU до выбора дата-центра довольно-таки неудобно. Ну, подумали мы, а что, если мы возьмем Prometheus и настроим его собирать данные редко и хранить их долго? В общем, все идет тоже не очень гладко. Мы смотрим на графики нескольких метрик, которые собраны по одной точке раз в 15 минут. Вместо четырех точек, соединенных прямыми, мы наблюдаем четыре прочерка. Это потому, что через некоторое время неактивность и отсутствие данных по метрике Prometheus ее помечают как стейл. На самом деле этот график был сделан с одной из предыдущих версий, и сейчас ситуация чуть-чуть лучше, но тем не менее. Не стоит пытаться хранить в Prometheus очень много исторических данных и пытаться использовать такие трюки. Итого, Prometheus — классная система. Очень хорошо работает для алертинга поверх real-time данных. Хорошо работает для отображения метрик, real-time метрик, когда на экране мы видим примерно столько же точек, сколько у нас содержится в сторидже. Но рендеринг графиков поверх длинных периодов времени нужно относиться к этому аккуратно. По поводу remote storage и по поводу длительного хранения данных нам нужно будет исследовать это дальше. Несколько проектов есть, которые вроде бы позволяют это делать, мы еще не успели на них посмотреть. Ну и будьте аккуратны с конфигурацией гистограмм и персентили, на которые вы смотрите, могут быть не совсем корректными тоже. Ну, на одном дискспейсе далеко не уедешь, да? Так что посмотрим, какие еще алерты можно имплементировать, чтобы быть уверенным, что наши приложения здоровы и бизнес вызывает отлично. Один из подходов, который мы часто применяем, это алертинг на основе бизнес-метрик, на основе посещения пользователей, количество поисков, которые они ищут, логинов, которые они делают, покингов, которые они делают в конце концов. Одна из особенностей этих метрик, которые я упоминала, это то, что у них есть дневные и недельные паттерны. Довольно-таки часто в течение ночи уровень будет каким-то довольно-таки низким, потому что наши пользователи спят, а в течение дня он будет высоким. В воскресенье уровни будут отличаться от понедельника. Соответственно, алертить поверх этих метрик, применяя простые треш-холды, наверное, не получится. По крайней мере, у нас не получается. Довольно-таки часто оказывается, что бизнес-метрика выглядит вот так. Она довольно-таки шумная. Если посмотреть на этот график, то среднее его значение, наверное, где-то в районе 15, но метрика скачет плюс-минус 100%. Нормальный ее разброс, наверное, 50% она точно делает в норме. Наверное, это норма. Я не знаю, кажется, это норма. Как же нам настроить алерт поверх такой метрики, к такой шумной метрике? Первый трюк, который мы применяем, это мы пытаемся ее стабилизировать. И вот что получается у нас. Мы используем экспоненциально взвешенное скользящее среднее для того, чтобы стабилизировать метрики. Для любителей математики я добавила формулу. И попробую ее объяснить простыми словами и на картинках. Когда мы строим экспоненциально взвешенное скользящее среднее по ряду, у самой последней точки, которую мы добавляем в наш набор, есть некоторый вес. Его мы обозначаем за альфу. Альфа обычно принимает значение от нуля до единицы. Чем ближе альфа к единице, чем ближе наша сглаженная метрика к оригинальной метрике. Чем ближе альфа к нулю, тем ближе наши сглаженные метрики к самому первому значению ряда. Но с картинками. От оригинальной метрики, которая тут обозначена как have, к ней мы применили на этом графике сглаживание с альфой равной 1,2. Видно, что светлый график вроде бы следует за ярко-красным графиком, но чуть медленнее и пики, которые мы там видим, они вроде бы немножко сглаженные. С альфой равным 1,5 ситуация еще лучше, метрика сглаженная еще больше. С альфой равной 0,075, ну у нас тут почти стабильность. Для этого графика я выбрала альфа равная 7%, 0,07. Ну ладно, вот есть у нас сглаженная версия, что дальше. Еще одна вещь, которую мы делаем для метрик с циклическим паттерном поведения, это мы пытаемся предсказать их значения на основе исторических данных. Мы смотрим, как эта же метрика выглядела недели назад, 2 недели назад, 3 недели назад, 4 недели назад, иногда даже 8 недель назад. И пытаемся повторить форму кривой за тот же день недели. Мы не пытаемся смотреть на абсолютные значения. Это работает не очень хорошо, потому что у нашего бизнеса есть сезональный эффект. Вот, не знаю, летом люди бронируют больше, они готовятся к лету. Прогноз по этой метрике выглядит как темно-голубая метрика. И теперь-то наконец видно, что на этом графике все-таки что-то идет не так. И какой-то сервис, наверное, заболел. Если мы спрячем исходную метрику, то это становится еще более заметным. Но на самом деле разница не очень большая. Всего лишь 3, 3 айтема, 3 визита. Много это или мало. Мы пытаемся нормализовать это значение, значение разницы, и переходим от абсолютных значений к проценту, к проценту потерь. Если мы представим себе, что наш прогноз — это 100%, которые мы хотим сделать, то мы можем смотреть на то, какое количество процентов мы делаем в реальности, и построить наш алерт на основе этой метрики. Вот как выглядит метрика с разницей в процентах. К ней уже можно применить статический трэш-холд в количестве процентов, и вот заметить, что там есть проблема. Это очень расслабленный трэш-холд. Вам, скорее всего, нужен другой. Но в какой-то момент, на самом деле, анализ происходил по ограниченным данным. Если мы присмотримся, то там наш difference percentage коснулся трэш-холда и сразу отскочил. Не знаю, как вы, а я не хотела бы, чтобы меня в этот момент разбудили. Потому что, возможно, дальше метрика нормализуется, и в целом чинить уже будет нечего. Так что мы применяем еще один трюк. Еще один трюк многоходовый. Я надеюсь, что я успею его рассказать. Первое, что мы делаем, это мы строим еще одну метрику. Она называется isBelow. Это метрика равна нулю, когда мы находимся в рамках нормы по сравнению с нашим прогнозом. И она равна на единице, когда мы сильно отклоняемся от нормы. Дальше мы делаем еще один трюк. Мы опять берем наш любимый экспоненциально взвешенный скользящий средний. И на этот раз мы применяем его к этому нашему флажку, к метрике isBelow. Обычно получаются такие волны. Вы их увидите еще. Что мы делаем дальше? Так это применяем наш треш-холд не к оригинальной метрике с разницей процентов, не к метрике isBelow, а к вот этой новой голубой, к сглаженной версии метрики isBelow. Та-дам! Вот тут-то мы кого-то и разбудим, потому что ситуация точно не нормализовалась. Да, прошло какое-то количество времени, но мы нашим разработчикам даем возможность настроить, на какую задержку они готовы пойти ради того, чтобы не просыпаться в ситуациях, когда все может нормализоваться само собой. А вот другой пример. Тут мы никого не разбудили, потому что нормализация прошла сама по себе. И вот они, те волны, о которых я говорила. Очень красивые. На этом почти все. Я попробую кратко напомнить вам, о чем я вам рассказывала. Первое. Нейминг-конвенции для того, что мы логируем. Позволяет нам договариваться и давать разработчикам какие-то основные вещи, которые вы хотите всегда иметь, из коробки. Используйте exception-трекеры, они так сильно облегчают жизнь. Если вы все еще не прочли про четыре золотых сигнала, то прочтите про них и поместите их наверх своего графана-дашборда. Следите за бизнес-метриками. Может быть, их стоит поместить еще выше на том же графан-дашборде или сделать отдельные исключительно про них. Посмотрите на имплементацию графита на Go. Она очень быстро работает. Нам нужна помощь. Используйте нейминг-конвенции и для графитовых метрик тоже. Это сделает более очевидным особенности графита. Используйте Prometheus, но будьте аккуратны. Разбирайтесь в том, как работает эта система, и для каких задач она предназначена, в каких задачах она работает хорошо, а в каких хуже. Вы посмотрели, например, диск Space Alert, который позволит вашим инженерам чаще спать спокойно. Такой alert вы можете отправлять на почту или делать из него Jira ticket, вместо того, чтобы будить людей по ночам. Вы сами будете определять, сколько времени вам нужно на исправление проблемы. И alert в нужное время. Попробуйте построить alert поверх бизнес-метрик. Ну и вон немного математики. Возможно, она вам тоже пригодится. Эти вещи можно имплементировать самим. А, кстати, экспоненциально взвешенное скользящее среднее имплементировано в гошном фронтенде графита, в Carbon API. Так что, если вам хочется его попробовать, то берите Carbon API. Так, ну совсем последний момент. Я рассказала про много разных систем. Некоторые из них создавались в Booking, а какие-то нет. Я работаю в двух командах. Какие-то люди уже покинули эти команды или Booking. Кто-то еще работает со мной. Я хотела бы сказать им всем большое спасибо, потому что мне кажется, что мы делаем с ними классные вещи, и без них ничего бы не получилось. Вот теперь все. Спасибо. Привет. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. А вот у меня есть такой вопрос. Вот там есть немножечко мотана такого, несложного, надо заметить. Но кажется, что вот эти, когда мы приводим к процентам, вот эти проценты нужно как-то уметь объяснить бизнес. Ну или тому человеку, который будет смотреть в эти метрики, если не он их придумал. Вот есть ли какой-нибудь способ понять, что значит падение для сервиса на 30% и как эти 30% получились? Простой способ или нет? Или об этом думаете как-то? Ну хорошо. Давайте представим себе, что мы считаем количество запросов, которые пришли к определенному сервису. Не знаю, количество запросов на страницу поиска. Мы потеряем 30% запросов к странице поиска. Это проблема или нет? Нет, нет, не так. Мы видим график, в котором написано, что стало на 30% хуже. Ну, по крайней мере, так я из дашборда понял. Что с так? Вот как мне понять, из чего эти 30% сложились? Ну, то есть вот там произошел ряд каких-то аппроксимаций, каких-то математических действий. Где-то мы там взяли среднее, как-то вот. Окей, я поняла. Где-то наложили, ну, какой-то сделали, какой-то матан. Вот я могу о нем узнать? Ну, то есть я знаю Родату, да. Вот у меня там есть какая-то Родата, вот метрика. Окей. Во-первых, вместе с каждым алертом мы отправляем ссылку на графа на дашборд, который детально показывает все эти вычисления. Во-вторых, мы советуем нашим коллегам иметь детальные дашборды, которые опираются на гораздо большее количество метрик, в том числе и перформанс-метрик, для расследования причин проблемы. Помимо этого, они могут смотреть в флог и пользоваться всеми иными инструментами для ее расследования. Окей, я понял. Спасибо. Спасибо большое за доклад. Суперский. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вот каким образом вы выбираете вот эти коэффициенты и параметры для вашей взвешенного значения? То есть это экспериментально или как-то у вас заранее там все посчитано? И второй вопрос. Насчет вот этих предикшенов всех. Какие помимо дискового сторожа, есть у вас еще предсказания? Что-то может быть интересное еще? Ну нет, вот с прогнозом на долгий срок вперед ничего другого интересного сразу в голову не приходит. А первый вопрос был про… Про коэффициенты. Про коэффициенты. Вообще, в идеальной ситуации я хотел бы, чтобы эти проценты назначались автоматически, чтобы у нас были автовыбираемые дефолты. У нас этого пока нет. Так что их назначает пользователь, то есть разработчик, который хочет замониторить свою систему. Мы попробовали эту задачу ему облегчить и свели все к трем коэффициентам, которые они сейчас должны назначить. Это исходное сглаживание, процент допустимых потерь и так называемая задержка. Или насколько мы готовы задержать alert, чтобы быть уверенным, что он настоящий. Эти три параметра используются в другом графа на дашборде, который параметризован, и у него сверху есть template variables, которые позволяют их выбирать. Соответственно, пользователь может пощелкать в примерном… Этот интерфейс позволяет посмотреть, как примерно, скорее всего, будет вести себя система, если эти параметры сохранить. Но он позволяет увидеть алерты своими глазами. А что если я измелю альфу с 0.2 на 0.1? Алертов стало вот настолько больше. Можно посмотреть на большой интервал времени, например, за три месяца, и проверить по историческим данным, сколько срабатываний мы увидели бы. Сравнить их с настоящими аутажами. Спасибо. А вот может быть для каких-то бизнес-графиков вот эти предикшены работают? Вы говорите, вот, например, сезонность спроса на букинг. Ну, я занимаюсь мониторингом приложений, сайтов, как бы, не очень близка к бизнес-части, и не могу вам точно сказать. Спасибо за доклад, очень интересно, особенно в части Матана. Вот, у меня вопрос такой более общего характера. Скажите, пожалуйста, вот бизнес-метрики, да, которые там приводятся, как характеристика, которую следует мониторить, ну, это правильно, кто является драйвером создания этих бизнес-метрик? То есть это бизнес сам говорит, я вот хочу видеть такие вот, или это команда разработки, или это какая-то совместная работа вообще. Кто является драйвером этого? Бизнес, конечно же, хочет видеть эти метрики, но у бизнеса есть свои способы их получить. Вместо того, чтобы следить за ними в реал-тайме, им достаточно чуть менее регулярных отчетов, например, раз в день. Часто, не всегда, но часто. Драйвером для того, чтобы использовать их для мониторинга, сложно сказать, кто является драйвером тут, но мои команды рекомендуют это всем разработчикам, которые спрашивают, как мониторить их системы. Так что мы такой подход активно пропагандируем. Может быть, мы драйвер, не знаю, но работает, всем нравится. Привет, спасибо большое за доклад. Как обычно, классный доклад от Booking про мониторинг. Вот, и у меня не то что вопрос, скорее два комментария. В запросе про disk space у тебя используются метрики с лейблами, типа env, live, что-то такое. И, ну, ты как говорила, что если у тебя идет live traffic на хост, ты должна об этом знать. И ты учитываешь его в мониторинге и все такое. И принятая практика держать это не в глобальных лейблах, а специальную метрику иметь с метаданными, например, и, короче, джойнить. Это такой комментарий, что лучше иметь отдельную метрику и джойнить по ней. И второй у меня комментарий про стейл. В примете ты сказала, что у тебя, если собирать метрики раз в 15 минут, то у тебя получаются дырки, стейл настраивается в опциях примете. Да, но это, я упомянула, что это довольно-таки, ну, не самый свежий скриншот. Это первая версия еще, один сколько-то. То есть 2.0 вышло уже довольно давно. Да, но есть ряд других проблем, все равно вылезает, кажется. Можно вопрос? Да, вы меня, знаете, вот слышу алерт, а не слышу. Есть ли у вас разделение по уровням, то есть severity. Есть ли severity? Если есть severity, кто должен смотреть их? Есть ли автоматика, то вы говорили про джиру. На кого вешается билет автоматом разработчик? Это либо это DevOps, либо это продукт-менеджер. То есть вот это хочется момент про severity узнать, и есть ли автоматика здесь. Плюс второй момент, немножко непонятно. То есть вот у вас алерты шлются, например, у вас один дата-центр с одной и той же проблемой, там, теиста хостов. Как вы это агрегируете, чтобы не получить не теиста сообщений, а одно только? Так, я опять в обратном порядке, потому что я пока помню самый последний вопрос. Как мы агрегируем? В базуне агрегировать было довольно-таки сложно, потому что мы строили алерты на основе графитовых метриков, название графитовой метрики некоторой части этой информации не содержалось. Но как-то справлялись. Агрегировать получалось все равно, и мы старались слать один алерт со списком серверов, подверженных проблеме, вместо 300. То есть мы проверяли сервера индивидуально на условный disk space, но группировали и посылали одно сообщение. Ну и создавался один инцидент, что не очень утопно. Был еще вопрос про severity. А, в Prometheus это тоже получается, само собой, мы тоже шлем список серверов, подверженных проблеме, и там это даже просто потому, что есть теги. Про severity. Некоторые системы умеют severity. Например, в базуне есть такое понятие, critically warning. В этой нашей системе и в Prometheus нативной поддержки severity нет. В принципе, можно имплементировать через дополнительные теги, мы этого пока не делаем. Кто алерт настроил, тот на него и отвечает. Ну, довольно-таки странно. То есть если алерт, например, настроил, связанный с бизнес-метрикой, то есть участвовал, например, продукт-менеджер и разработчик, кто должен получить у вас это? То есть здесь вот вопрос непонятен. Северите у вас? Я смотрю сразу, у меня сразу возникает вопрос. То есть на какие-то алерты, например, точно нужно реакция в течение 15 минут, на какой-то там, я не знаю, в течение дня. То есть вот я не вижу у вас в докладе, мне вот это интересно. Как вы это разделяете? Хорошо. Кто у вас, соответственно? Еще одна система, про которую я не рассказывала, которая у нас есть, позволяет роутить алерты в разные каналы подписок. Алерты могут быть доставлены в Jabber, в Slack, в Jira, в PagerDuty. Соответственно, самые критические алерты шлются туда. Этот роутинг осуществляется в системе, про которую я не рассказывала. Соответственно, не явно, и явно тоже, а часть северите задается там. Да, понятно. А про Jira все-таки кто типа создавал, тот и получит, получается? Ну да, кто решил подписаться, тот и подписался. Ну часто это решение принимается всей командой в целом. Ну да. То есть все равно нет ответственности? То есть это у вас ответственность команда, получается? Да, каждая команда отвечает за свои алерты. Все, понятно. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Я тут. У меня следующий вопрос. Судя по вашему докладу, у меня сложилось впечатление, что вы любите попилить. По что? Попилить свой код. Попилить? Понаделать там интеграции. И вот если по-честному, EVMA, да, экспоненциально взвешенная, скользящая средняя, но хорошо работает только для определенных видов всплесков. Часть аномалий она либо не ловит, либо ловит ошибочно. И у меня такой вопрос. Мне рассматривали какие-нибудь адаптивные модели? Или у Фейсбука есть профит, есть сарима и так далее? Ну, и да, и нет. Мы их не то чтобы рассматривали. Раньше этот алерт, который пытается сравнить прогноз с тем, какой, не знаю, трафик нам приходит в реальности, он был имплементирован совершенно иначе, без экспоненциально взвешенного скользящего среднего. И он был довольно-таки шумный. Соответственно, путем экспериментов мы получили то, что имеем. Смотрели ли мы на другие решения для аномалии детекшена? Ну, на какие-то смотрели, да. Но те вещи, которые вы назвали, я о них детально не знаю, так что если вы мне пришлете их как-нибудь, то я бы посмотрела, спасибо. Там есть кейл-стек всякие. Калец-стек. А, окей, хорошо. Ну, если он умер два года назад, то нам лучше пилить свои бумеранги. На самом деле не так уж много бумерангов. Он хорошо работает, но, то есть, как бы, мы еще монетруем. Окей. Спасибо за доклад. А вопрос такой, кроме вот инструментов мониторинга, а есть инструменты, которые позволяют найти то место, из-за которого возникла проблема? Trace? Нет, нет, нет. Ну, вот, который позволяет найти корневую причину, что конкретно там выкатили вот на этот сервер вот этот модуль. Кстати, да. Слайд про это я удалила. У нас есть ряд дашбордов или страниц, которые описывают изменения конфигурации, которые производились за тот или иной период времени. Соответственно, можно зайти в какое-то место и посмотреть, что деплоилось недавно, кто что выкатил, какой конфиг поменяли, какую фичу или эксперимент включили или выключили. Соответственно, это позволяет… Есть у меня автоматика, которая говорит, что скорее всего вот это меняли, поэтому… Начинает появляться какая-то автоматика. Но пока скорее глазами. Получил алерт, идешь, разбираешься, что не так. Ну и опять же, первое место, куда все идут смотреть, это флог. Привет. Интересный доклад. Вопрос такой. Вы, как я понял, отправляете алерты с помощью алерт-менеджера Прометеоса? И да, и нет. И да, и нет, да? А метрики собираете графитом? Мы собираем метрики графитом и Прометеосом. В зависимости от того, что это за метрика, мы используем то или иное решение. И что мы хотим с ней делать дальше. Да, и вы графит мониторите с помощью Прометеоса. А если Прометеос упадет? С Прометеосом все немножко иначе, чем с графитом. Значит, графит у нас здесь этаплен в кластере, в едином кластере, с единым фронтендом, условно. Точка доступа для пользователя к графиту одна. У нас нету двух независимых инсталляций графита. С Прометеосом у нас есть несколько независимых инсталляций Прометеоса. Мы таким образом защищаемся от всевозможных проблем. Соответственно, Прометеосы мониторят друг друга. Мы и пользуемся, и не пользуемся Алерт-менеджером. Для алертинга по системам, по ключевым зависимостям, от которых зависит и наша алертинг-инфраструктура тоже, мы пользуемся Алерт-менеджером, потому что он от наших зависимостей не зависит. Но мы посылаем копию в нашу систему, про которую я тут не рассказывала, которая позволяет рутить алерты, позволяет настраивать получателей через UI, настраивать темплейты или текст-нотификации, которые вы получите. Большая часть алертов идет через нее. Это внутренняя система? Да. То есть у вас еще есть маршрутизатор, нотификации? Да. О, как. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое всем за вопросы. Оставшиеся вы можете задать в дискуссионной зоне, и вам нужно выбрать самый интересный вопрос. Как вот молодой человек в черном задал вопрос про то, как мы выбираем альфы. Большое спасибо за ваше выступление. И небольшой подарок от организаторов. Спасибо. 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 Продолжение следует...